Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в игру под названием Evaykin Хоррор-адвенчура с интересной механикой передвижения Дело в том, что мы выступаем в роли некого манекена, который находится на инвалидной коляске И с помощью наших рук мы будем двигаться, насколько я понимаю Можем смотреть, регулировать высоту, всячески взаимодействовать с элементами нашей коляски, нашего кресла Так, ну что ж, и также в игре присутствует русский язык Что немаловажно в адвенчурах и в хоррорах с сюжетной составляющей Так, ну что ж, я предлагаю начать Новая игра О, у нас, кстати, есть ящик с табаком Наконец-то я ждал тебя, пробуждатель Добро пожаловать в мир Подозреваю, ты немного запутался, не так ли? Одинокая кукла посреди темноты, не волнуйся Это пройдет Я здесь, чтобы объяснить тебе, как устроен этот мир Начнем с самого начала Многие существа не понимают, насколько они влияют на реальность Такое тело, как твое, может очень пригодиться Пока оно еще немного несовершенно и ограничено Поэтому сначала тебе что-то нужно сделать, чтобы ты смог летать Как невинная личинка, которая должна стать мухой Посмотри на свои ладони, ты можешь сжать их в кулаки или что-то ими схватить Начнем с чего-то простого Открой коробку на своих коленях Отлично, вот простая схема того, как пользоваться руками Возможно, ты уже заметил, что твое восприятие со временем выходит за рамки твоего тела Например, когда ты пытаешься встать, лучше пока этого не делай Чтобы нейтрализовать проблемы с твоим положением в коляске Сядь прямо на стуль и воспользуйся кнопкой, отмеченной на схеме Старай это действие как можно чаще, чтобы двигаться Так же каждый раз, когда твое положение требует корректировки, видимо О, нихрена себе Так, окей, скорректировали Знаешь, что движет телом каждого творения? Та, что в твоем теле должна застывать Поэтому избегай вставания с коляски, если не хочешь нарваться на неприятности Возникающие в результате отчуждения По тонкому льду ходьба Наберись терпения И помни, ты можешь откалиброваться в любой момент Вот это обучение здесь, конечно Твоя комфортная коляска, рычагом регулирующая высоту Собственно, с этим мы ознакомились уже в главном меню Коробка перед тобой Это твой инвентарь, видимо, положить туда предметы Вспомнить все на ближайшие цели Здесь также находятся кнопки, которые позволяют записать текущее состояние себя Вернуться к ранее сохраненным состояниям И войти в меню Что-то там блестит на земле Ключ, подними его Однозначно для него найдется подходящая дверь Честно говоря, я не вижу никакого ключа Тебе неинтересно, что может открыть этот ключ? Я не вижу ключа, братан Где? На земле? А, вот он, да, действительно Чтобы хранить предметы, такие как этот ключ Используй свою коробку Элемент, который ты хочешь означать Тебе нужно найти для него новое положение Не помещается, видимо Так, отлично Пора отправиться в путь, не так ли? Пока пневма еще не окончательно связана с твоим телом Ты должен использовать инвалидное кресло, чтобы передвигаться А с помощью вот этого рычага мы как раз-то и передвигаемся Я думал, нам самостоятельно нужно будет А, мы можем и так, смотрите Ну, иммерсивнее, естественно, использовать колеса Так А направление как менять? А, ну, видимо, вот так, да Тут все максимально, можно сказать, реалистично Но довольно легко передвигаться таким образом Так, ну что ж, шаг к двери И открываем дверь с помощью ключа Смотрите, предположите Ни хрена не видно Не знаю, вставил я ключ или нет Видимо, он вставился Слышал о технологии движущихся изображений? Одно из тех изобретений, которые позволяют стереть что-то там На двери открыть не могу, кстати Которые помогут противостоять глубокому введению реальности И убедительно разоблачить ее в ваш Катушка с целлоидной лентой является носителем Возможно, ты найдешь такие по дороге Да ты сможешь повесить их на крючок с левой стороны твоей коляски Так, ну предположим, лента Крючок с левой стороны Вот он, мы видим Вот он, крючок Меркает в дореке, видишь? А, двери, они открыты? Или, может, тебе нужен ключ? Так я его использую Все за ними стоит На знании или невежество и суеверие Сила или власть, или слабость и поражение Проверят пробудившихся Ты уже знаешь, как оказаться в этом мире Приступи к этому порогу и ощути реальность Так, ну я надеюсь, ключ не исчез Потому что очень на это похоже А вон он валяется Я его, видимо, уронил просто Ну, в общем, джойстик Это для того, чтобы упростить передвижение Если кто не хочет махать руками Эй, твою мать Это не так просто И помни, отныне ты свободен И пускай представлены тебе возможности Слегка напоминает японскую игру Забыл, как она называется Где ты тоже был пригвозден к инвалидной коляске Но там даже, по-моему, и передвигаться нельзя было И руки использовать тоже нельзя было Там лишь мы управляли лазерной указкой Которая прикреплена к голове главного героя Указывая помощнице, что делать Здесь ситуация, конечно, другая Плюс у нас есть, видимо, место для аккумулятора Для батарейки Так, ну что ж Давайте посмотрим, что у нас здесь Во-первых, мы можем вернуть пленку Установив сюда Хотя здесь ее много Посмотрите кино Оно Практически Fallout 4 с синтами. Но здесь куколы. Это прекрасная картина, кстати. Только сейчас я ее заметил. Настоящее искусство. Целый фильм. Нажал, конечно, звуковое сопровождение нет. Что-нибудь удивительное. Интересно, тень будет? История начинается здесь. Нереалистично. Так, ладно, у нас есть еще одна пленка. Что если мы сделаем вот так? Может быть тут на этой пленке будет какая-то подсказка, или это то же самое абсолютно? Монстр, 1903 год. Класс. Кинцо смотреть. Так, это действительно кадры какого-то фильма, возможно? А может быть... Этот фильм сняли специально для игры, кто знает. Так, ну это, видимо, Египет. Саркофаг. Он открывается. А там внутри этот синт. Это кукла. Ну или просто скелет, не знаю, трудно понять. Просто его выбросили, видно, уже пора. Или они попробуют его воскресить. Так, по-моему, он начинает воскрешаться. По-моему, он вставать начинает. Кажется, это какой-то ритуал. Ну или просто комедийный фильм про мумию и Египет. Так, ну что ж, прекрасное одеяние было подготовлено для манекена. И теперь он выглядит замечательно. Как та женщина. Еще и плясать может. Так и было создано привидение, будем. Не знаю, других представлений нет. И описание происходящего. Пляски. Спуки Скори Скелетонс не хватает музыки. Так, ну, в общем, замечательное кинцо. Можно здесь очень много времени потратить. Что это такое? Трудно сказать, что произошло, но мы наверняка что-то сделали. Может быть, что-то открылось так, возможно, в урбан кино. Кино, конечно, прекрасно, но... Хорошего понемножку. Предлагаю осмотреть шкаф. Еще одна пленка. Похоже, я ошибся. И это, на самом деле, симулятор просмотра фильмов старых. Так, и что-то там сверкает, по-моему. Жалко, фонарика нет. Так, ладно, ну давайте, предположим, возьмем пленку. Это можно выкинуть, я думаю. Наверное, это просто блик какой-то. Да, здесь, скорее всего, ничего нет. Так, ладно. Это может пригодиться. Еще какое-то устройство. Похоже на аптечку какую-то стимпанковскую. Какой-то медпакет. Так, и здесь кровать рядом с полотном. Рука тянется, конечно, но боюсь, что... Во-первых, это не алкоголь. Хотя нет, написано пиво. С такой крышкой. Во-вторых, сомневаюсь, что манекену... Манекену нужен алкоголь, кажется. Я знаю, как этот механизм заставить. Может быть, это батарея, кстати? Да, в общем, на это похоже. То есть, по идее, мы и сюда можем ее вставить. Но зачем? Не очень понятно. Может быть, это нас заряжает? Или, да, это какой-то функционал дополнительный? Так, ладно. Сейчас посмотрим, что это за механизм. Это пока оставим. Включить. Ничего не поменялось. Может быть, есть и еще какой-то недостающий элемент. По-моему, я перестарался, твою мать. Да, это была плохая идея. Так, ну тут написано найти соответствующую комбинацию кабеля именно. Отвертку, кстати, наверняка можно будет задействовать. Но она не помещается. Или помещается? Помещается. То есть, нужно заниматься и менеджментом предметов. Еще какой-то глаз, который освещает территорию. Так, и есть, похоже, схема, которая нам и поможет. Я там с кабелями не увидел, что можно взаимодействовать. Так, а можно это положить куда-нибудь? Сложить. Ну, можно на кресло. О! Прилепил каким-то образом. Давайте положим на стол. Вот здесь как раз-то и понадобится управление одним джойстиком, видимо. Так, ладно, вроде лежит нормально. Так, теперь мы это вставляем. Дальше. Один, два, синяя один, два красная. Соответственно, двойка у нас должна быть слева. А вот, могу все-таки предвтыкать единицы справа. А, нет, подождите, подождите, подождите. Вообще, ручка здесь с этой стороны нарисована. Но у нас противоположная. Если так смотреть. Так, замечательно. Теперь у нас есть ключ, который поможет нам пробраться в следующую комнату. Не знаю, можно ли здесь еще что-то найти. Я даже не пробовал открыть, кстати, комнату. Может быть, этот ключ от чего-то другого. Но в задании написано именно выбраться из этой комнаты. Да, все-таки замочная скважина есть. Так, ну что ж, главный зал. Мы как будто в отеле каком-то. Наверное, так и есть. Ни хрена не видно. И боюсь, без лифта вполне возможно мы даже спуститься не сможем. Скорее всего, это и будет главным препятствием вниз. Так, какие-то прогрузки безумные. О, ну здесь я смотрю много всего интересного. Видимо, нам, нашей основной целью будет организовать каким-то образом спуск. Здесь есть, конечно, лестница. Войкап, проснись. Но боюсь, что я кубарем упаду вниз, если я попытаюсь ехать по этой лестнице. Хотя не знаю, на самом-то деле. Я видел, как на таких инвалидных халясках и трюки делали. Как на скейтбордах или роликовых коньках. В конце концов, мы манекен. Не думаю, что мы какие-то значительные повреждения получим. Так. Ну, видимо, все-таки лифт как-то можно отремонтировать. По крайней мере, кнопка зажигается, наверное, на какое-то время. И могу с уверенностью сказать, что многих может укачать, если вы будете передвигаться вот так. Но в игре есть телепорты. Потому что даже у меня необычные ощущения. Хотя меня вообще редко укачивает. Так, и здесь у нас еще один проектор. А также фонарь. Наконец-то. Который требует, видимо, батарею. Вращение, телепорт, калибровка. Использовать, открыть фонарь. Использовать рацию. Использовать масленку, турбо. Короче, этот фонарь явно заправляется. А куда его засунуть? Ага, на крюк. Сюда можно его установить. Так, замечательно. Еще один ключ. Вот разворачиваться с помощью рычага удобно. Выглядит. Точно таким же. Но здесь номер 213. А 213 номера, соответственно, у нас ключ. Ладно, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.